Хочешь это? Да, просто. Вполне съедобное. Давай. Значит, здесь у нас с тобой разбавитель для масляной краски. Кисточку там не моем, не промакиваем, только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белильца, сделала сметанный замес, взяла краснильца и всю нижнюю часть картины вот этими краснильцами укроешь. Более нарядный цвет положим чуть потом. Добираешь белило, добираешь краснило и сметанный характер густоты нанесешь на колст по вот этот уровень. Когда нанесешь на колст эту, вытришь кисть, возьмешь снова белило, возьмешь голубенький и отсюда начиная то же самое произведешь с голубым. Хорошо? Хорошо. Только очень темно не делай, лучше мы потом утемним. Сначала в большей степени разбеленье, смотри, разбеленье лучше вначале, а потом уже рибаем. Давай так. Вымазывание, начинаем уходить. Такое вымазывание любит акварель, любит гуашь, акрил, но не масляная живопись. Масляная живопись любит укладку. Поэтому берем и краску упаковываем на холст, а не раскрашиваем холст. Сейчас белинца добавим. Вот таким действием штриховательно лежачий к холсту кистью распределительно уложить красочку. Ты видишь, достаточно благородно укладывается, да? Точно так же белого и розового? Да. Но единственное, что более румяно. Начнешь более румяно. И по мере того, как ты будешь опускаться, ты будешь добавлять белильца и уже укладывать менее смугло. Вот такими почти слоями. После того, как ты уложила второй слой, ты чуть-чуть вытерла кисть, опустошила от лишней краски и малым нажатием распределила переход. Вот здесь тоже где облако будет? Да, да, да. Облако заслонит. Поэтому сначала вот это, а потом уже... Именно вот до этого, до розового, да? Ну да, приблизительно до розового. Нет, соединять потом вместе соединим. Отличное положение кисти как черенок цветка. Не как топорчик, не еще как что-то. Как черенок. То есть не вот из этого положения, а вот из этого. Вот такое, вот такое общение с кистью. Вот такое. Она обращена к холсту, да? То есть не какое-то у тебя было сомнительное. Вонистый, да. Ну сомнительное, такое грубоватое. Вот такое. Давай. Такой траектории. Вот по такой. Не забивая полностью розовый. Чтобы розовый чуть-чуть в подкладке сохранял свое присутствие. Лодочный характер укладки. Лодочный. Вот такой, лодочный. Хорошо? Угу. Вот по этот уровень произведешь укладку моря. Нет, ты прямо по этим следочкам свои поставишь. Горочку начнешь от низкого состояния. Начнешь поднимать по чуть-чуть, да. Пока только синим. Чуть-чуть начнешь поднимать. Не спеша. Не от края, который ты нарисуешь, а потом закрасишь. А снизу поднимаешь. Дальние горы, они прижаты к линии горизонта. И вот это надо показать обязательно. Хорошо? Угу. Солнышко у нас чуть-чуть с этой стороны, да. Скорее в правой стороне, чем в левой. И вот ты деликатненько подкрадешься там. Поднимешь чуть-чуть. Поднимешь. Уточнишь. Уточнишь. Все эти зазубринки. Краек. Уточнишь. Уточнишь. И все пока синим. Пока ты в области синих и розовых. Ты не можешь сильно нарушить дисциплину. Все будет как-то в пределах. Когда вот это вот совершишь. И сюда и совершишь. Возьмешь красноту к синеве. К этой голубизне. Деликатненько. Вот этим дымочечком. Создашь идею облачочков. А-ля дым. Чуть-чуть конфигурацию их покажешь. Грязноватый. Да. Да. Грязноватый. Действительно грязноватый. Цветичек. Пальчичком этот дымочечек дообслужишь. И будет облако. Правда? Облаковидность появится. Появилось? Угу. Угу. Потом возьмешь. Угу. И краснельца. Можно плюс немножечко желтелец. Но желтелец немного. И вот этот цвете загонишь по такой формуле. Мера вещества небольшая. 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 И вот такой дракончик укладки. Положила. Раздавила. 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 Это оно? Оно. Чуть-чуть может быть тоже слегка пальчиком доиграло. Вот так разбило в какие-то клочья. Вот таких облачков. Здесь тоже. Единственное, что здесь можно плюс розовиночку. Вместо красненьки чуть именно розовинку. Она более холодненькая и будет вкусненько. Можешь вот так прозрачнее поукладывать. Не очень плотно. Смотри, лежачая кисть еле касается. Дым, дым. Вот он, вот он этот дым. Вот они облачочки. Почти тонально равны небу. Но эффект заслонения, ты видишь, происходит. То есть они и другие, другого цвета и чуть-чуть другой тональности. Здесь какой-то подплеск от чего-то идет. Вот это из окна. А, это из окна, да? Ну, вплоть до того, что если что, вот так сделаем. О, не стало. Смотри, какая прозрачность. Здесь уже пальчиком, может, ничего и не надо делать. Не бороздишь, а укладываешь по макушкам зерна холста. Вот эту красоту. Чуть добавила белил, чуть добавила краснил. И вот твои уже более светлые облачочки. Еле касаюсь. Посмотри. Правда, аж удовольствие можно получить от таких звуков. Ну-ка, давай, получи удовольствие. Вот там не надо, а здесь чуть-чуть вот такой дымочек. Еле касаюсь. Желательно не мизинцем, а вот этим моделирующим пальцем. Вот этот хороший. Это касаемо только вот границы или внутри тоже? И границы, и внутри. И не забывай, что у тебя есть розовый, если что. Смотри. Розовый, если что, есть. Да? Ну, то есть вот это облако, оно такое достаточно же крупное. Отлично просто. Значит, пока рисуешь только крупные облака, всю вот эту мелочь чуть потом. Ага, хорошо. И также их вот бликами, да? Да, да, да. Украсить. А вот здесь вот снизу, да, он как-то пойдет? Или он из этого выйдет цвета? Нет, он придавится сверху. 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 Вот такой. И потом вытерло и придавливаешь. Во-первых, не желтый Помнишь, я говорил Поменьше желтого Ты, как все нормальные люди Тюкнула желтого вдоволь Драконистые проявления Вытерло Подраздавило Оно вписалось в среду Правда? Смотри В среду, сразу вписалось То есть Дракончик укладки Раздавливательно Терпимо Вполне Да Оно Даже близко к тексту Это будет уже неплохо Единственное, где у нас остается Проблемно Это вот в этом месте Где нам нужно сделать переход Попробуем взять Это вещество И немножко подрастворится Ты видишь, прикоснулся, вытер Прикоснулся, вытер Может быть, даже доберу чуть-чуть И растворим Вот такой дымочек перехода Горы 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 я немножко подняла Мне кажется, надо еще вот эту Гору Да, да Чуть-чуть подотрешь И вот в это пространство Зайдешь Вот с таким настроением И потом поднимется скала И заслонит И будет Из-под нее Из-под ее темности Будет светлость Так, что касается Вот этого пятна Значит, возьмешь рыжий Желтый Красный Там рыжий откровенный Но он не должен был бы быть Откровенным В природе Поэтому Припачканность его О, голубой Сделает его более естественным Среда лежачая Поэтому нарочито Лежачие Укладки Прямо по моим Положишь свои Нарочито лежачим И в воду туда Немножко зайти И в воду туда Немножко зайти Чуть-чуть Вот так зайти Но основные Светлости здесь Будут происходить Вот таким образом Сейчас мы Переметнемся В другую часть картины Потому что Мы более-менее Там разобрались Вот такие звуки Будут Вот такие Сверху На голубизну Изнутри Тоже немножко Мерцает Разрезна Краснота Вот такие настроения Лодочный Лодочный Характер Укладки То есть Беру малую меру Малую И вот оно Вот Вот лодочка Укладки Вот она Вот она Нашвырять 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 Вот эти всполохи Особенно в районе Солнца Где оно у нас Будет И там не раздавливать Да Вот так как В облаках Да Вот Нет Не раздавливать Вот так Сохранить В небочке Солнце Будет исполнено Вот по какой схеме Такой уже желтоватый замес Да Оранжевый В пользу желтого Раздавленная краска Будет звучать сиятельно А когда мы к ней еще прибавим белизну Будет еще более сиятельно И аж плавится будет Плавится Только чуть-чуть сместишь А то у нас горы Сюда чуть-чуть подвинешь Все это Чуть-чуть сюда Вот здесь будет у нас Вот Плавится Да Плавится То есть как будто фонарем подожжено И уже к этому пятну Возьмешь уже красноту В полную силу И подтянешь туда это облако И раздавишь его в мутной ель Хорошо? Конечно Ну если что Все что хочешь попробовать Сбрила Попробовала Сбрить вот так Сбривать у меня отлично было Да? Честно Ну очень хорошо Потом покажу тебе Как с этой волной Значит поднимешь чуть-чуть Здесь А к облакам еще вернемся Вернемся, да Единственное что Чуть-чуть смотри Очень красиво сбрита Точно Чуть-чуть Слушай, действительно Такое облако поселилось Может быть Сбривай Оглядываясь Не получилось ли чего красивого Хорошо? Сбрита авторски Давай Давай Странные звуки Которые должны быть Мягки И туманны Они так Пошленько полосаты Как будто кто-то Грубо закрашивал Не грубо закрашены Должны быть Такой Дымчатый Комковатый характер Все эти облачка Имеют несколько Комковатый характер Правда? Не Полосатый Да С краской Переборщил Немножко Имеют Зигзаги Силуэтов Правда? Угу Вот так носом Никто туда не смотрит Не смотрит То есть он здесь останавливается Этот сегмент То есть читаем изображение Вместо вот этих звуков Которых я вижу На холсте Сейчас очень много Вот этих Холма Подобных Должны быть звуки Лодочка Подобные Да? Помнишь я произнес Слово несколько раз Лодочка Параллельно Лодочка Смотри Лодочка Значит Они Выгнуты Или у них Какая-то есть Линия Смотри Вот это Лодочка Все От него Вот это Лодочка Т А вот это Это уже холм То есть Холмообразным Оно категорически Быть не должно То есть Это набор Многих Укладок Но обязательно Лодочного характера Волны состоят Сплошь состоят Из вот таких Звуков Причем Внутри одной Тоже много Мелких То есть Оно прямо Все Испещрено Лодочностью Укладок Поэтому Лодочка 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 Нашвырять Этих Лодочек Относительно Линии горизонта Я все-таки Поднять Немножко Или нет Потому что Солнце Хочется Посадить Сюда Но у меня Как-то Гора Значит Линию горизонта Усадить Ровненько Геометрически Выразительно То есть Потом Подотрешь Поскольку Голубой Туда уже Зашел Напрасно Вытереть Тряпкой Его До Сухого Холста И на Это место Прийти Кроющим Мазком Хорошо Хорошо Сначала В пользу Красноты Потом В пользу Желтоты Спектр Света Таков Белизна Желтота Краснота Потом Уже Фиолетовизна Синевая И так далее Он будет Сиять Если Внутри Будет Бел Белый Желтый Красный Будет Эффект Сияния Хорошо И без Яких Конечно Зеленод Так Кроме Этих Вещей У нас С тобой Есть Вот Эти Вещи Возьмем Красный Поскольку Красный Здесь Участвует Во всем В силу Заката Да И просто Эту Синеву Для начала Приглушим Красным Заодно Окончательно Уточним Силуэт Зубчатый характер Максимально Показать Пусть будет Этот зубчатый характер Согласны? Угу Силеннее И даже Разбеленно Есть Такое Да? Угу То есть Краски Небольшое Количество Но Перемалываем Перемалываем До Красноты Оно Да? Примерно Такое Содержание Дальнего Видна Засвеченность Угу Когда ты Все это С краснотой Уложишь Возьмешь Нарядный Зеленоватый С желтеньким И чуть-чуть Пройдешься По Этим Краснотикам И они Тоже Чуть Впишутся В среду Чуть-чуть Впишутся Вот так Так У нас Есть Еще и Волна Волна Там Мелкая Нам Не Выгодно Чтоб Она Была Такой Мелкой Мы Возьмем С тобой Голубизну И на этом месте Вот все у нас Горизонтальное Да Все горизонтальное И вот Появляется Волна Которая По характеру Своему Поднялась И стала Вертикалью Смотри Сразу Волна Подобность Выразилась Характер укладки По направлению По направлению Поднятия После этого Поднятия Опять Продолжается Лежачий Характер Плоскости Плоскость Лежит И здесь Начинает Подниматься Вот по этой Траектории Вот по этой Согласна? Угу Вот эту Траекторию Внятно Выразить А то что Наверху Вот Много краски Во мне Образуется Это Оставить Да Она даже Дает Кромку Правда? То есть Это Многость Краски Даже Дает Кромку Возьмешь Разбел Желтоты И сверху По Волне Положишь Тот свет Который Там Сияет А заодно К солнцу Создашь Дорожку Из 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 Желтых И даже Белых Звучиков Такой Меч Света Да? Меч Она? Ага Здесь 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 На переднем Плане У нас Появится Не Не Подверженная Вот Этому Цвету Потому что В стороне От него Сиреневатая Кромка Воды Остатки Воды На этой Рыжей Плоскости Плоскость Рыжая И на ней Остатки Прикольно? Прозрачно? Угу На пену Похоже Видишь-то У меня волна Немножко упала Так У нас с тобой Еще есть Там Вот такая Вкуснятина Мы сейчас Ее Тоже Подсунем Бирюзовое Настроение Мелководья Воды Ну и вообще Как бы Теплости Воды Только Там Не вот Таким Мысом А наоборот Вот Таким Это коричневый Да? Ага Есть там что-то такое Есть там что-то такое Береговая Продолжается Коричневый Голубой Будет он Очень темный цвет Подсадишь его сюда Книже И чуть-чуть Толкнешь Наверх Ты видишь Мятость Которая Формируется Уже Смахивает На ту Мятость Ага Вот туда По направлению Склона Посмотри Сколько содержания Появилось На пустом месте Да? То есть Казалось бы Я просто Напачкивал А тем не менее Появляется Содержание Я хотела Вот в этом кору Показать Что он сюда Вылезает Зеленым Что-то Небесло Мастихина Да? Сейчас Сейчас Можно Листью Просто для того Чтобы зеленый Вылез Его кто-то Должен оттенить И вот Теняют Вот эти Пятна Мастихин Очень хорошо Справляется С идеей Скал И камней То есть Рубленные Формы Скалом Очень Идут То есть Даже произвол Прикосновений Уже Создает Идею Скал Идею Склонов Создает То есть Не то чтобы я Прямо Что-то Вырисовывал Я сделал Произвол Однако Достаточно Выразительный Как только Получился Выразительный Я останавливаюсь И больше В том месте Не работаю Потому что Зачем мне Хорошее Улучшать Логично Все живенько Разнообразненько Единственное Что Вот Эти места Вот эти вот места Больше красноты То есть Поперемешать туда Краснотики 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 Оно да? А как тебе такое? Там мало выражено Я чуть преувеличил Преувеличил Блеск красного Блеск красного На этих скалах Оно? Появилось свет Тень Хотя тонально Они почти равны Да? То есть Степень темности У них почти одинаковая Помнишь С чего начиналось? Синий Потом мы в него Вмешали красный Потом зеленца Теперь красным Уже поджигаем Не обязательно делать Такой Простецкий Кругляшок Выберем Часто А там Облака Часто Прячась За облаками Солнце Вот просто Плавится В той местности Где Находится И даже По облакам Часто Создает Эти зигзаги Согласны? Часто По Облакам Вот такими Активными Встречал Такое Да? Там Этого нет Но это же Звучит? Звучит То есть Там простая Гладкая Ситуация А мы Сделали Негладкую То есть Я положил Некое Некий Произвол Этих Зигзагов В том числе И этому Облаку И Можно Чуть Чуть Дополнить Темным То есть Красный Нимб Как бы Сохранится А здесь Появится Темный Цветик И В том числе Можно Все Это Успокоить Пустой Кистью Успокоить Фактуру Которую Мы Накидали Успокоить Фактуру Ну если Хочешь Можно Еще Светлых Чуть Подложить Особенно Желтоватых В края Да Пройтись Вот Таким Чем Нибудь Чуть 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 И Тоже Все Это Ты можешь Ощупать Если Надо Сбрить Логично Да Ну и Вот Это Наверное Которая Ага Прямо Таким Обложить Желтым И потом Чуть Чуть Загнать Там Видишь Даже Некоторая Ветренность Появляется Вот этот Ритм Создает Эффект Ветерка Вот Эти Настроения Тоже Можно Туда Продолжить Отсюда Начавшись Они Все Более Ярко Склоняются Туда Есть Поиграй Пощупай Скажем Так Вот Это Темное Пятно В огурке Скажем Так Вот Эти Акценты Рыжие Может Немножко Красноты Да Чуть Красноты Поднапустить Хорошо Это Как Вы Говорите Сбрить Нет Прямо Вот Подпустить Красноты Там У нас Слишком Синя Подпустить Красноты Опять же Смотри Смотри Какие Мягкости Какие Дымчатости Какие Облаковидности Правда Спасибо Ну Ничего Так себе Знаете Я С облаками С этими У меня Честно говоря Не получается Мастихином Смазывать Стирается Вся Краска Есть Какое Ощущение Что Оно Как-то Индивно Кладу И Раздавливаю Да Как Так Раздавливать Смя Что У нас Не Стирается Пустым Мастихином Раздавливаю Количество Краски Количество Краски Которые Я Кладу Небольшое Вытер Раздавил Другие Логовы гоняю в ту сторону в которую как бы просится погнать пятно я же как раз уговаривал больше в пользу красноты а не в пользу желтоты естественно желтота по нему человеку понятнее желтота чем розовизна и ты по этому принципу и поступила вот этот розовый цвет нет не является понятным почему-то все время перебарщивают с желтотой в пользу желтоты и как хороша разовизна правда то есть это обычные проблемы новоначальных красноты добавим причем чем дальше от света до тем больше краснит они желте правда есть такое-то но это потому что они твердь твердь она становится красным смотри ярусность что есть тот дальний и есть этот ближний да здесь больше кистью и пальцем здесь уместнее да вот эта раздавленность в среду здесь я просто вытер чтобы голубизна появилась можно конечно наполнить веществом краски ну вот можно и так а вот еще хотел спросить как с вами здесь закончилась меня как они цвести или все-таки здесь волны часто состоят из двух частей вот идет волну одна часть волны во первых допустим она здесь уже пониже 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 вторая часть волны этой же вот это раздвоение волн часто происходит есть вход одной в другую ножницами то есть уже одно это разбивает волну ты видишь плюс вот эти горизонтали нарочитые собственно волна это такой вот рулон который закрутился сейчас смотри то есть он хочет подняться туда где вам нужно сейчас-сейчас сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также они фиолетовят во всей тени Вот здесь у нас тень И они тоже поднимаются туда вместе К волне Всякая пеночка в тени И будет иметь синеватое звучание То есть конструкция волны, которую мы видим на картинке Разобрать ее невозможно Единственное, что мы знаем основные принципы волны И основные принципы такие Что это поднялось и заслонило дальник Это вертикально А это все горизонтально Исходя из этого знания Мы формируем Идею волны Несмотря на то, что На картинке ничего толком Разобрать невозможно Может быть чуть-чуть притемним уголочек Ужучим он Рыжий Пусть будет Притемненность Притемненность